Приветствую вас, Ольга. Я думаю, что вы изначально в своей позиции обиды, боли, которая у вас есть и которая, как мне кажется, вполне естественна, потому что, ну, это драматично для вас и очень важно негативные эмоции пережить, очень важно негативные эмоции отболеть, вот, и в какой-то степени то, что вы сейчас обиды, описываете, это такая нормальная реакция, как мне кажется, защиты от боли, вот, тем не менее, как мне видится, полная картина происходящая немножечко другая, не в том, что должны быть действия, должны быть поступки обязательные, должны быть извинения, и уж тем более заслужения прощения. Понимаете, Ольга, прощение так не работает. Человек либо способен простить, то есть принять, понять, и вы не можете заставиваться, чтобы это сделать, вы можете дозреть до прощения для этого, для этого нужна психотерапия, вот, а можете и не дозреть для того, чтобы простить. То есть, в любом случае, то, о чем вы говорите, это скорее больше похоже на какое-то убеждение, что вот если человек начнет изменяться, если человек начнет доказывать дело, если человек будет заслуживать прощения, то я его прощу, но по факту это выглядит, как манипуляция, вот, и по факту это выглядит, как, ну, какое-то принижение, обесценивание человека, вот. С точки зрения моего подхода и в данном случае психологии в целом, это деструктивная модель, модель поведения. Потому что, если один человек говорит, значит, он сидит и принимает свои желания. Когда такой человек пытается, как вы говорите, заслужить прощения, он еще больше эти свои желания подавляет. Ну, они-то никуда не деваются, и в итоге, в итоге прорывается наружу еще более разрушительно. Поэтому нет никакого смысла делать то, что вы сейчас делаете. С другой стороны, если, например, вы вместе-вместе обратитесь к психотерапевту и начнете разбираться в себе, вот, то вы сможете быть более честными, более открытыми, более свободно рассказывать друг другу о том, что с вами происходит. Да, вот, и это позволит избежать человека. подобных моментов в будущем. Вот. Тут, эм, какая штука? Человек, я говорю, возможно. Вообще-то он находится в страхе. Ну, сыт, страх, вот, его чувства. А, собственно, он вам рассказал о страхе, потому что, ну, не смог, как бы, жить вот с тем, что все. Вот. 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 Это, эм, такая позиция, на самом деле, достаточно, эм, неустойчива. Вот. 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 Когда человек что-то делает, да, а с последствием встретиться не готов. Вот. И, безусловно, и вам, и ему нужна помощь, и вам, и ему нужны, и нужен личный рост. Вот. И, э, что, возможно, в работе. И, э, как бы, это бывает, что ваше отношение выйдет на какой-то вот новый, ну, новый уровень. Не то, что сейчас происходит, что вы пытаетесь своего мужа видеть таким, каким вы хотите его видеть, но не такой, как он есть. То есть это, на мой взгляд, довольно, довольно деструктивная позиция, потому что, ну, он все равно не будет таким, каким вы хотите его видеть, то, значит, вы будете снова, снова разочаровываться. Вот. Э, быть же собой, с собой, с человеком, который, э, ну, который не является собой, тоже невозможно. Поэтому, мне кажется, что, э, вам, э, нужно разобраться в себе. Вот. Ага. И, потихонечку, потихонечку, разбирая в себе, повышать, э, качество взаимодействия, в том числе с мужем. Вот. И, может, тоже, тоже, ну, нужно, нужно, нужно сделать, ну, если не, прям, то же самое, то, какие-то шаги в этом направлении. Вот. А сейчас, ну, сейчас вина, раскаяние, это, э, не тот мотив, который может привести ваше отношение к гармонии. Не тот мотив, понимаете? Вот. К сожалению. Да, деструктивный матер. Вы же, э, сами глубине души этого знаете. Может быть, именно поэтому и задаётся такой вопрос. Ну, я надеюсь, что именно поэтому, поэтому вы задаёте такой вопрос. Вот. То, что я хотел вам рассказать. Если, э, э, если вы присмотритесь к, э, тому, как вы ведёте себя по отношению к, э, к мужу, и, э, как муж, э, ведёт себя э, с вами, э. Это очень сильно напоминает отношения родителей и ребёнка. Когда ребёнок чего-то натворил, да, и вынужден просить прощения у своей матери, вот, а матери, как бы, ей с одной стороны больно, вот она разочарована, она, я не знаю, разгневана на своего ребёнка, и он должен убедить её, в том, что она, вот, ну, как-то, в том, что она не ошибалась на его счёт, в том, что она, ну, была права на его счёт, да, понимаете, какой, какой здесь момент. Вот, мне кажется, что, как минимум, эта позиция, она, ну, деструктивна, по сути своей, потому что ничего хорошего вам не несёт, в принципе, вот, и, ну, такая вот позиция, когда я считаю, что мой муж, он там, грубо говоря, что-то должен доказывать, что-то должен заслужить, и так далее, вот, это позиция, она, мягко говоря, деструктивна, как мне кажется, вот, поэтому я думаю, что вам нужно двигаться куда-то в сторону выстраивания более, ну, таких зрелых, более зрелых отношений, вот, таких более, эм, эм, качественных, более равнобранных, эм, отношений, вот, чтобы всё-таки мужчина чувствовал себя мужчиной в отношениях с вами, чтобы, эм, учился открыто говорить о том, что ему нужно, вот, чтобы не тесняться заявлять о том, что у него проблемы, если он не может справиться, там, например, с патологической ложью, вот, и чтобы вы не, эм, не были зависимы от его поведения, поведения и мнимой власти, чередующейся с зависимостью и подвешенностью, эм, и, эм, и за его, э, возможной реакцией. Кстати, вы оба сейчас не самостоятельны, мне кажется, что именно это нужно корректировать, э, в первую очередь. В этом всё, надеюсь, что помог вам, э, желаю всего самого доброго и удачи, и буду благодарен за отклик, э, который, ну, за направление мне, вот такое, которое вызвал у вас мой ответ. Спасибо.